Сегодня во всем мире отмечают Международный день гор. Эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в январе 2003 года. Горы занимают около 1,4 поверхности суши и являются домом почти для 10% населения. В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. Ну а в Дагестане, так вообще, в самом высокогорном селе в Европе, Куруш, до сих пор продолжают жить люди. И переезжать на Низину они не собираются. Снежные вершины посетила и наш корреспондент Севрина Шамхалова. Горы, они нескончаемы в неком смысле. Вот покорили вершину, а за вершиной еще вершина. С этой точки самое высокогорное село в Европе как на ладони, стоя на склоне величественного шалбуздага. Алмаз любуется аулом, закинутым к звездам. Для меня горы – это способ уединения, способ находить в трудных ситуациях решение. То есть возможность остаться наедине с самим собой, возможность найти какие-то решения, возможность смотреть на многие вещи со стороны. У Курушцев свои методы борьбы со стрессом, правда, страдают этой современной болезнью здесь крайне редко. К примеру, Шамидин Абдулгалимов вообще не знает, что такое депрессия. Да и болеть мужчине некогда. Работа по хозяйству отнимает все свободное время. Коровы и овцы здесь – главные кормильцы. Коровы, барашки, вот мы их держим, на них живем, мясо продаем, на мясо обмен делаем. Например, муку, сахар. Такие тоже товары мы покупаем. На равнину, как говорят местные, курушцы спускаются раз в месяц. Этого вполне хватает, чтобы сделать необходимые припасы. Впрочем, самый главный продукт для сельчан – мясо. Они заготавливают сами. Ну, режем, а потом сделаем отдельные куски, солим, солим в мере, чтобы и мясо сохранить, и вкус определенный, чтобы было. И дальше вот постоянно следим за этим. За местным деликатесом сюда приезжает много гурманов. Но это не единственное, почему гора восхода, как называют ее сами курушцы, привлекает туристов. Кто-то здесь находит возможность получить острые ощущения, кто-то охотится за впечатлениями. Для местных же это село не просто исторической реликвии, а нечто большее, то, чем когда-то дорожили их предки. Теперь покой гор охраняют они. Посмотрите, какая прекрасная погода, какой прекрасный воздух. Надушитесь этим воздухом, и вы тоже чувствуете это. Поэтому мы не хотим отсюда уехать. Несмотря на суровые условия жизни в ауле, курушцы не променяют горы на прелести города. Очарованной безмятежностью, вдали от цивилизации, только здесь они себя чувствуют по-настоящему свободными. Севрина Шамхалова, Салих Салихов. Время новостей.